Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Меня зовут Юрий Озаровский. И сегодня мы с вами посмотрим на параллели. На календаре у нас сегодня 8.09.2022. 9.10.11 Витязева пройдут выборы. Я вас всех призываю пригласить всех своих друзей, знакомых, товарищей, кого вы знаете, кто живет в нашем поселке, вообще в Анапском районе, прийти и сделать свой выбор. У нас будут выбирать два варианта депутатов. Один из них, важный для Витязева, это то, как будет развиваться Витязева и как оно будет представлено в Совете депутатов города-курорта Анапы. Поэтому обязательно не проходите мимо, приходите и делайте свой выбор. Я вас очень прошу. Мне было много предложений о том, чтобы я там рассказал про одного или другого депутата. Я сказал, ребята, пускай каждый делает выбор свой сам, я за всех выбор это делать не хочу. Были встречи с депутатами, ходили, они рассказывали о себе, поэтому я надеюсь, что вы уже определились. Если нет, подумайте хорошо и обязательно отдайте свой голос, чтобы у нас не получились вот эти вот карусели и все остальное. Поселочек небольшой. Давайте выберем достойного своего представителя в Совете города Анапы. И чтобы за нас наше мнение высказывали именно, так говорится, в более высоких кругах. Так что, друзья, буду вам благодарен. Ну а сегодня мы начинаем с параллеем. Людей у нас становится все меньше, но они, наверное, все на пляже. Пробок меньше, честно. Сезон у нас, так говорится, сходит в ту стадию, когда с утра прохладно, вечером прохладно, днем жара. Вот и сейчас мы с вами сидим перед параллеем, и температура воздуха у нас 30,1. Это на солнце, друзья. В тени где-то градуса 22. Море с утра было 22,1, какое сейчас мы с вами узнаем. Со мной сегодня Джаник, брат, привет мой. Привет, ребят. Помидорчики? 120. Огурчики? 80. Лучок крымский? 150. Обычный? 50. Картофель? Тоже, также 50. 50, все остальное видим пока сливы 150, персик большой 170, 170, нектарин есть. А винорадик? 150. Весь? Да. Даже хурма есть уже, ребят, смотрите. Слива местная вот эта вкусная, 130, компот из нее просто пушка 100 рублей, яблочки. В общем, ценники, пишите, как вам, изменились или нет. Посмотрите, какие еще движухи у нас, видите, взял. Сколько еще народу двигается через пешеходные переходы. Это прям, ну, очень круто, ребята. Сегодня мы столкнулись с тем, что приходят люди и говорят, что Юра, вот так и так, мы там сходили в то заведение, нам там что-то не понравилось. Ребят, я честно от всей души своим подписчикам советую, ходите в те места, которые я показываю часто, которые я реально не то что занимаюсь, я даю совет. Приходите туда, и тогда вам там будет хорошо. Вообще практически вот в тех местах, в которых мы бывали, не было негативных отзывов. Это прекрасно. Поэтому, чтобы себя не расстраивать, вы не думайте, что я не вижу этих мест или прохожу их мимо. Это значит, я от кого-то получал негативные отзывы от этих заведений. Поэтому не испытывайте на себя, и все будет хорошо. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Вас как зовут? Ольга. И? А я. А вы откуда? В Сибири. В Сибири. Вам, наверное, сейчас жарко у нас, да? Конечно. Очень жарко. Вчера вгорели. Вчера вгорели на этом, детка же, на кафе. На пляжике. В Благовещенске. В Благовещенске. Вам там понравилось? Очень. Самое лучшее море. Ну, честно, сейчас и у нас, видите, сегодня холодно. Я с утра был, я поэтому прям заявляю со всей ответственностью. Привет кому-нибудь. Конечно. Привет мужу, сыну, снохе Жене и Глебу. Привет, внучку. Глебушка, я тебя люблю. А вам хороший отзыв. Побежали? Да. Так, ребята, у нас еще, видите, сколько отдыхающих наших. Вот такие вот прям очень классные люди попадают. О, смотрите, кто у нас на перекрестке нас ждет. Людмила Владимировна. Здравствуйте. Вот тебе как раз можно посмотреть, сколько денег надо. Какие экскурсии есть. Прямо в общем. Да, вот раздаю расписание. Мне вчера спрашивали, а где найти Людмилу Владимировну? Прямо очень надо, чтобы от нее уехать на экскурсии. Вот, пожалуйста. Рядышком, параллель. С левой стороны давно входим. Есть еще у нас люди? Есть еще у вас, как говорится, работа? Есть люди и лотосы цветут, между прочим. Вообще, да, в сентябре? А в 2000-м такое же было. Да? Представляете, раз в 22 года у нас в сентябре цветут лотоса. Вам хорошая работа. Спасибо за позитивные отзывы от Реалтура. То, что люди приезжают, ездят с вами и хорошо говорят. Замечательно. Все. Мы побежали дальше. Это вы увидели Людмилу Владимировну. Показали место работы и, в принципе, расписание. Здесь, смотрите, у нас параллелье. Вход центральный. Людей, еще раз говорю, очень много, друзья. То есть параллель выглядит довольно-таки живой. Не скажешь, что сейчас уже конец сезона. У нас обещают еще 3 дня просто великолепной погоды. Это говорит о том, что надо на эти выходные обязательно приехать и отдохнуть. Кстати, Джаник, у тебя есть места в гостинице? Одно место есть. Ну, 1-0. Если вдруг вам надо какие-то другие хорошие номера, допустим, можете поехать, где есть свой дом в Парадайз, отдохнуть, там великолепный бассейн. На 14-го? Да. Блин, вообще, да? Да, я с ним воюю и воюю. Столовая Византия. Кафе. Ребята, посмотрим, что, почем у них тут стоит. Это прям им очень интересно. Да, ценники, 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 пожалуйста. Можете увидеть все. Все за стеклышком. Все прям очень хорошо. Красота. Если что, ставьте на паузу, там первые блюда стоят. Это гарниры. Долма, кстати, советую. Очень вкусно должно быть. И еще. Ой-ой, большой. Шикарный. Шикарный. Зал у них вот такой вот, ребятки, можете посмотреть. Очень симпатичный. И отправляемся далее. У нас тут есть заведение разнообразное. Могу посоветовать кафе Фрегат. Нет одного плохого отзыва. Единственное, как бы ценничек выше, чем средний. Но все только восторженные отзывы. Там морепродукты. Одни из лучших направлений. Посмотрите, сколько людей. С левой стороны, смотрите, магазин фасоль. Туда дальше кафе Причал, который мы вот можем вам посоветовать. Мы его очень часто посещаем. Здесь морская коровки, бар, морская кухня. И ребята здесь поют коровки. А мы идем к нашему другу Роману, который готовит очень интересные вкусные блины. Слушайте, как я рад видеть паралию в таком вот прям ракурсе, когда много людей. Это не может не радовать. Потому что чем больше народу, тем все становится позитивнее и лучше. Здесь детский клуб, хорош есть. Рома, Рома, привет. Здравствуйте. Что-то там все ухо чаще. Как ваше ничего? Ладно, Лимон, тебе не знаю. А ты с Медведевым? Третий отряд. Поздравляю с занятием второго места. И лично братана. Это город какой? Красноярск. Красноярск, привет. У них были краевые соревнования. Рома, кофе хочется. Кофе? Да. Отлично. Чтобы взбодриться. Прям хорошее. Ну, с мочком что-нибудь. А там без разницы. Так, ребята, если вы не ели крем, блины. Да любое дело. Что-то пристал. Что такое? Ну, вот капучино. Да. Мне, пожалуйста, большой объем, Рома. 200, который... А вот этот... И вот такие вот блинчики. И пишите, если вы вдруг ели. А вот в ледяной кружке еще пиво можно пили. Там ребята сидят на лавочке, едят как раз такие блинчики. Джаник отдыхает. Ты кофе будешь? Да, маленький. Два кофе, Рома, один маленький, пожалуйста. Пока Рома сделал здесь вкуснейший кофе. Капучинка, да? Красавчик. Приходите за вкусным кофе. Нет, приходите за вкусными блинами. Блинами, кофе. То есть что? Не то он рекламирует. Я еще сказал, пиво и девчонки у нас тут есть, да? Это наши подписчики. Здравствуйте. Как вас зовут? Инна, Олег. Вы откуда? Мы с Москвы. Я Инна Пулина всегда на сайте. Спасибо. Очень понравилась Абхазия. Я прям влюбилась. Очень шикарно. Я просто болела. Сидела 12 час, либо сколько. Мне работа была все равно. Я бы так наблюдала вообще, если в азарте. Спасибо. Съездим еще раз, посмотрим обязательно. Осень или пока. Сейчас где отдыхаете? Мы Горького 9. Нравится ли все? А мы не первый год у вас? Мы уже лет 10 здесь. Последние 5 лет что-то не получилось, да, у нас? В этом году решились. Понял. На море сегодня были уже? Вам хорошего купания. Может, привет кому-то? Мы только подписчикам нашим привет. Да, сидим, наблюдаемся. Да, теперь хочу я сфотографироваться. Можно я сфотографироваться? Рома. Смотрите, в тени 28,9. Смотрим, очень приятно, очень приятно. Рома, тебе приятно? Очень. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Вот смотри, реклама Рома. Когда-то люди приходят, постоянно спрашивают, разговаривают. Это искренне действительно от души. Приходите, пожалуйста. Хорошие места. И? Мы только зашли, они только уехали. А бы у нас ушелки прибежать. Мы у Артура были. Все места, которые ты показываешь. Мы вчера приехали, хотели жить вечером к Артуру. И его не было, было хамя. Он у нас женился, да? Все женятся. Джаник бедный. Джаник не женится. Почему бедные? Почему? Джаник, мы женимся. Рома, если бы ты столько женился, сколько Джаник, ты был бы бедный? Слышал? Слышал? Жениться Джаник не должен. Вот так. Идет время, он сам женится. Ты даже обалдеешь, когда уже. Вот, вот. И я бы тоже. Меньше всего. Приходит ко мне, говорит, Юр, познакомьтесь с вами, внуки. А где эти, где? Ну все, я тоже знаю, я тоже обманусь. Начем не надо. Спасибо. Спасибо, я в состоянии. Все, не боюсь. Здравствуйте, как вас зовут? Алексей. Яна. Как тебя зовут? Джаник, Доран. У-у-у, очень приятно. Откуда? В Челябинск. В Челябинск. Вы с моря идете? Нет, мы на море. Так что все так поздно ходят, а? Спасибо. Почему вы так долго спите? Что вы ночью делаете? У вас гуляли здесь. Вчера гуляли. До полчетвертого гуляли? В каком заведении? Китайка. Понравилось? Да. Так, привет ты, может, кому-то хотите передать? Челябинск. Ну да, передаю. Стоит приезжать сейчас? Да. Погода классная, море хорошее? Хорошее, теплое. Вообще великолепно. Мы много года назад были здесь, как бы погода тоже хорошая была. И как бы в этот раз тоже удачно приехали. А где сейчас отдыхаете? Мы отдыхаем в пролетарске. Пролетарске. По чем? 1800. За троих? Полностью за все. А за все это что? Две комнаты, кухня большая. То есть у вас квартира? Да. Вообще шикарно. Шикарно. Ладно, ребятам, хорошего отдыха. Спасибо. Здесь хинкалья. Можем ее советовать. Довольно-таки вкусно ребята здесь готовят. Могу советовать. Здесь свина говяжьи. Очень вкусные хинкальки. С правой стороны хинкалья тоже хачапури. Это у нас кафе-встреча. Тоже были в начале сезона. Отзывы плохих я не слышал. Слава богу, поэтому можете приходить отдыхать. С левой стороны столовая якорь. Предлагаю зайти посмотреть ценники. У них что там, по чем стоит. Также все точки еще работают. И движуха на параллели существует. А это самое главное, что вообще может быть. Ценники. Я вам сейчас все покажу, что тут ребята предлагают. Допустим, комплексный обед за 200 рублей. Все увидели. И смотрим, что почем, как выглядит еда. Вот они салатики. Цены на них. Девочки в шапочках. Все подписано. Вот эти постоянные клиенты. Отлично. Смотрим, смотрим, смотрим. Отлично. И вот так вот помещение в тенечке. Все хорошо. В правой стороны пивасик. 0,5 литра за 60 рублей можно взять. Отправляемся далее. Смотрите, прям как будто лето, ребята. Словопотворение людей. Мы на самом деле как бы хотели, чтобы движуха была такая здесь постоянно. Слева страны, смотрите, ребята готовят шаурман тоже. Отзывы хорошие. Сошел в правой стороны. Кафе-встреча. Советую заведение посещения, потому что люди постоянно его хвалят. Говорят, что очень хорошее место. И мы сами там в начале сезона отдыхали. Здесь у нас меридиан. Пранк. Ну, в общем, движуха. И посмотрите, сколько там еще людей, ребята. Ух, сезон идет. Есть контраст. Смотрите, отдыхающие в маечках. А кто-то стоит, вот девушка, листовки раздает в куртке. А здесь тенечки действительно как бы прохладно становятся. Ах, какова красота, ребята. Как жалко, что еще несколько дней и буквально скоро все это закончится. Все ожидаются с 20 числом. Сегодня у нас 8-ое. То есть максимум 12. Я чувствую, что, честно, все с погодой. К примеру прогноз у нас такой, что еще выходные, потом будут дождики. Я в него, честно, не верю, потому что прошлый не сбылся от слова совсем. Да и этот, который нам обещали. Здесь похолодание. Все, мы замерзнемся. Вот он, пожалуйста, 8-ое число. У нас должен быть чуть ли не минус, а люди гуляют, купаются, отдыхают. С правой стороны Гагиппи, с левой стороны Вина продают. Еще аромат, пицца, быстро. Вот, мамма миа. И про БТО-магазин. Все работает, все ждет вас. Гринбар с правой стороны также и есть. Вот, когда выходишь на солнце. Здесь, ну, реально, знаете, осень, вархатный сезон, потому что прям давит жара. Прям давит, давит, давит. Потому что только на солнышко сразу же хорошо. Рад, что нету ветров, с этой стороны шашлык по 47 рублей. Вот, начинается, продается. Правой стороны пиво, рыба. Раки, ровы, пицца. Мираж кафе по Мурарту. Здесь специи продают. То есть, очень много всего разного. С левой стороны кафе. Арион работает, лоунжбар. То есть, тоже хорошее место, заведение. И улица Серебряная. Улица Знойная. Туда дальше на Знойной 8А. Работает Артур, жарит сашлычок. Наш душевный мужичок. Сходите к нему обязательно. Проведайте от нас. Ох ты, ежик, макарек. Смотрите, что творится. Вот это да, сколько народ еще, друзья. Ну, вот тут я прям вообще реально в шоке, ребята. Посмотрите, сколько. С левой стороны Китай. Слоны здесь. Но зеленый кислот и собаки берут. Кстати, по-моему, потеряшка. Конечно, хотящийся пивная облочка. Но посмотрим пока на работающий фонтанчик. Сейчас лучок. По 40 тоже 7 рублей. Разные цены, ребята. Кому как вкуснее. Отлично. Работают фонтаны. Привлекают наших отдыхающих. Для отдыха у нас это самое прекрасное. Наверное, для вас. Шебуречки кушают. А это самое вкусное. Мама Джанинка. Нагоркива 63 дроп 1. Кафе-веранда с левой стороны. Уточняйте ценники на все тату. На все вообще услуги. На шашлык. Чтобы вы не брали. Сначала знайте цены. Рассчитайтесь. Потом получайте услуги. Я вас очень-очень об этом прошу. Чтобы именно так это все и было. С правой стороны можете увидеть вещей. Сколько продается. Здесь кафе Алию. Японская фреская кухня. Жареные продукты. Дарительное море побережья. Черноморское побережье. Самсу готовят. Ребята, в общем, все работает. Все по полной программе, ребятки. Ой, аромат еще какой стоит. Смотрите, какой карпул стреляет в тюрьму. Просто красота. Молодец. Фрукты и овощи создают. Только неповторимый аромат на Паралии. Смотрите, шашлык. Пенная пицца. Ровное количество всяких разных машин. Кстати, она будет сверху посмотреть аквапарк. Работает или нет. Здесь самое главное. Рыбаки Паралии собираются. Кафе Виктория с левой стороны. Детская зона. Вы видите, что в кафешечках у нас не так уж и много людей. Сейчас приехали все те, кто немного экономит, так сказать, на отдыхе. У нас из-за того, что нет северянца со самолетов, я же заикаюсь, нету заработка в принципе. Потому что обычно, говорю, в это время приезжали все те люди, которые работали все лето, зиму, копили. И потом здесь они ни в чем не отказывают, образно говоря. И все зарабатывали очень много денег, друзья. Сейчас, как бы, грусть, печаль, тоска. Помните, в прошлый раз мы покупали офигенного животного, игрушечку в подарок. Вот здесь ребята с правой стороны находятся. Тут и специи. Нас знали. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая красота продается. Мы хотели сказать вам спасибо за игрушку, за скидку. От души девочка была прям очень рада. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Благодарю. Так что, ребята, как у вас номера лета? 36 и 35. Приходите. Вам хорошая работа. От души. Спасибо. С левой стороны кафе у моря. Тоже тут и стриптиз смотрели, и танцы. Тоже мужики по 45, курица, овощи жарят, баранин 108, шея 90. И, смотрите, все ближе подходим к морю, а людей здесь становится все больше и больше. Какова красота просто, друзья мои. Столовое всего на обед комплексный 200 рублей. Ох, рыбку копченую мы что-то в этом году постоянно проходили мимо. Она не в тетночке и жареная, разнообразная есть, можете. Ценники посмотреть в 4К. Все должно быть прям очень видно, вызвать аппетит. Я помню, первый год, да, прям приходил, у меня все люди тут текли. Сейчас уже привык ко всему этому, все хорошо. То есть, ну, рыбка, рыбка. Здесь стир и, смотрите, с левой стороны, ребят, пончики. От 15 рублей за штуку, 7 рублей за 115, за 222, за 300. Красота. Пончикам привет передаем. По сторонам, ребята, по сторонам. Копченая рыба. Джаник, воруй быстро. 504 рубля. Отлично. Это штопка за 504 рубля. Дорада. Дорада. Штучка, да? Получается. Вот вам, пожалуйста, ребята, цены на рыбку. Вот, извините, аппарк уже складывается, ребята. То есть, в этом году отработали, они закончили. Здесь еще кофе, напитки продаются. Хальяны, все, кто еще. А, нет, это же было в софте. Короче, быстро поменяли профиль. Батуты работают. Можно попрыгать, покататься. Ну, тут людей, в принципе, мне кажется, еще как бы довольно-таки много. Это прям очень радует. То, что движуха идет по полной программе. Дай бог, чтобы, как говорится, оно, это самое лето, как можно дольше не заканчивалось. Мы как больше можно увидели счастливых лиц наших дорогих отдыхающих. Здесь ценник, интересно, у нас остался. Вот, 500 рублей до выхода, 1000 рублей безлимит на сутки. В принципе, вот так же все и пока висит. Ну, и можете увидеть, сколько людей на пляже еще находится здесь. И это просто великолепно. Желаем всем просто самого лучшего отдыха, самых позитивных моментов. И приезжайте к нам, говорится, еще раз. Если есть, у вас такая возможность. Здравствуйте. Наши люди везде. Ты сильнее, что по Витязево урн очень мало. По параллели или где именно? Да, да. Урн нету, короче. Я сейчас посмотрю. Ну, допустим, по Черноморской есть, по параллели есть, где нету. Поконка располагается. С одной стороны у нас по Черноморской были установлены предпринимателями урна. С другой стороны нету. Могу, человек просто ходит по другой стороне. Все в бар. Могу посоветовать, особенно вечернее время здесь просто прекрасно, ребята. По крайней мере, не нравится. Здравствуйте. Как отдыхаются? Спасибо большое. Тоже наши люди. Это прекрасно, ребятки. Ох, девчонки молодцы. Вот идут с пляжа и как бы закрываются. Пошли в бар. Вот это уровень. Вот это культур-мультур. Ох ты, ёк-макарёк. Я что-то не ожидал, что сегодня столько народу будет на пляже, друзья мои. Я прям на самом деле прям очень удивлён. Не комфортабельно в двухпалубном теплоподе. Мишечки ещё сдох. Слушайте. Это точно? Ну и Витязева пришли. Вот это да, брат. Тебе как вообще? Шок-не шок? Вечерняя полуторачасовая романтическая прогулка, которая проходит на закате солнца. С нами быстро, надёжно и комфортно. Я, подожди, вас пытаюсь не спугнуть. Крайный пляж, видите, зева. И люди уже уходят в больших количествах с пляжа. Я просто немножечко прям удивился, какое количество людей здесь у нас сейчас осталось в посёлке. Просто посмотрите. Ёк-макарёк. Вообще через них никого не видно. Вот вам обстановка на пляже по кайфу. Хорошего, говорится, всем отдыха. Вот это попёрло, ребятки, нам. Просто фантастика. От души желаю всем хорошего отдыха. Чтобы, говорится, всё было классно. Давайте посмотрим, какое тут море. Может, они ради него сюда собрались. Мы подходим к морю. Посмотрите, просто насколько прозрачная водичка. Вот это да. Фантастика. 31 показывал воздух подальше от моря. Ну и, конечно, количество людей заставляет нас радоваться тому, что вы все к нам приехали, ребята. Просто посмотрите. Люди, 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 люди. Посмотрите, какая чистящая водичка в море. В общем, людей много, друзья. Чем туда дальше, тем больше. Это не может меня радовать. Водичка шикарная. 24 градуса. Купайся, не хочу. Люди даже не спешат выскакивать из неё. Вышли туда дальше к дюнам. Там 31. Ну, а здесь просто фантастическая картинка для отдыха. Тех, кто любит, как говорится, людей побольше. Посмотрите, какие стайки рыбок плавают. Детки бегают. Мама, выки, выки. Красота. Мы смотрим в левую сторону. И здесь, по-моему, всё ещё более жёстче, чем было там. Сколько народу-то, а? Как это классно наблюдать. Вот это да. Спасибо всем, кто решил приехать к нам на отдых. Скажешь, что я рад. Ничего не сказать, ребятки. Просто люди стоят, эйфуют, загорают, купаются в море. Дерутся за место под солнцем. В общем, вид шикарнейший просто. Чистейшее море. Посёлка, видите, зеланка. Которая выглядит просто прелестно. Просто прекрасно. Классно. И отлично. И туда. Весь пляж просто влюблен. Ну что? Сезон не заканчивается. На выходных дадим жару ещё в посёлке Витязева. Я думаю, надо могут сказать все те, кто к нам приехали. Полушикарный вид. Давайте. Заберем температуру водички. Привет, а вы всё раз. Тоже наши люди. И он ещё красавица. Олег из Липецка. Липецка, привет, ребят. Хорошего отдыха. Смотрите, 27,2 температура у моря, у воздуха. И смотрим, какая температура водички. Ну, море совпадает с моими ощущениями. 23,6. Я говорил 23,5. То есть, я угадал, в принципе. Ну что, ребята. Я могу с вами со всеми смело прощаться. Желать вам хорошего настроения. Оказаться в толпе вот этих вот людей. Либо на наших безлюдных пляжах, как мы с утра с Артуром купались. И получать море эмоций, позитива и всего самого красивого. Ну, а Джаник хочет вам ещё сказать в конце. Ребят, все, кто хочет поехать голосовать, но не имеет возможности, вы можете позвонить на избирательный участок, попросить, чтобы вы ехали к вам. Но если нет, то можете просто позвонить мне, попросить, я приеду за вами, привезу вас, чтобы вы проголосовали, сделали выбор. И отвезти вас, естественно, домой. Ну, к телефону. 8-900-218-33-04-333. Не оставайтесь. Равнодушными к нашей жизни поселка. Я тоже всех прошу, ребята, идите на выборы, оставьте свой голос, чтобы как можно больше людей приняли участие в будущем поселку. Не останьтесь равнодушными. Эти первые участки работают с 8 утра, 3 дня. Я думаю, что это будет легко сделать. Такая вот агитация для нашего любимого поселочка. Красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова